здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию очередной стример для поимки хищной рыбы для того чтобы дальше мы могли продолжать с вами работать я подготовил крючок грузил его хорошо свинцом сделал не за цепляечкой и теперь с вами будем крепить все элементы у загиба я закреплю небольшую щепоточку красного меха писа убираем подшерсток поломанный и совсем совсем небольшую вот такую кисточку мы закрепим здесь прихватили и теперь для формирования крыла мне понадобится белый мех писа промажем место крепления клеем пока элементы только прихватываем не закрепляем я подготовил вот такой хороший жирненький пучочек меха он должен быть длинным поэтому насколько возможно настолько и длинный мех подбирайте для себя если нет конструкцию можно будет заменить полностью меха и шкуркой если есть кролика белого ну а пушка должна быть очень очень хороший или же шкуркой вырезом и шкурки писа добавляем теперь еще щепоточку красного я подберу так чтобы у меня здесь мех был несколько по длиннее вот так также подготавливаем убираем подшерсток подравниваем кончики и методом один материал над другим крепим все 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 элементы прихватили у нас должна выйти вот такая тройная конструкция для привлекательности я возьму пару волокон блестящего голографического люрекса и в равных частях слева справа сверху добавим наш материал и теперь мы уже можем окончательно прихватывать в этой точке все элементы прихватили если мне мешает хвостик как обычно своей лохматостью я его беру слегка клеем и он у меня становится послушным ну так для тела мы с вами будем обматывать остатками вот такой таким кусочком синели нам его будут достаточно прихватим его здесь же но перед тем как мы будем прихватывать синель я хочу вам показать конструкцию которую я хочу изготовить здесь нам понадобится три выреза один красный и два вот таких одинаковых рыженьких кусочка меха вы можете по своему усмотрению подобрать тот материал который допустим мех имеется у вас я в точке крепления хвостика переворачиваю вот так мехом даже на мочу чтобы он мне не мешал и вверх самой шкуркой переворачиваю и крепим здесь здесь прихватили строго должно быть по центру беру следующую шкурку вот такую моего рыжего меха оттенка также смачиваю мех чтобы мне не мешал при креплении переворачиваю вверх мездрой и креплю рядом почти впритык без нахлёста получается как бы сбоку моего красного меха и беру третий кусочек немножко конечно на первый взгляд замысловато накручено но когда вы изготовите один раз вы поймете что довольно таки необычная но и в то же время хорошо работающая приманочка и крепим прямо здесь же в этой точке третий кусочек нашего рыжего меха закрепили и оставили здесь если нам немножко мешает мы тогда с вами берем и делаем вот такую операцию тело у нас будет достаточно длинным и объемным здесь у хвостика мы можем с вами изготовить точку хорошую атаке которая будет красным красным цветом поэтому мы сейчас с вами на месте крепления даббингом сделаем хорошенькую красную точку атаки для нашего хищника никаких пока блестящих элементов не добавляем они нам пока в принципе то не нужны и игра приманки очень хорошая и необычная практически не проваливается в толще воды огрузка сделана только лишь для того чтобы спиннингист мог ее забросить хотя можно спокойно забрасывать и с другими ваблерами на отводном поводке с ваглерами с берлина и другие которые имеются приспособления закрываем красиво крепление нашего меха и здесь теперь даббингом хорошо хорошо проматываем закрываем вообще я очень уважаю почти все приманки которые изготавливаются из меха очень универсальны особенно в нахлости практически уже начинает работать за счет того что движется сама вода спиннингистам конечно приходится потрудиться выполнить какую либо проводку теперь я креплю синель промажу хорошо клеем нам ее должно хватить вот как раз немножечко до вот места где заканчивается крепление свинца больше не надо потому что все оставшиеся материалы которые мы будем крепить они просто скроют наше тело и нет необходимости изощряться в добавлении хороших материалов прокручиваем и вот нам как раз почти хватило нашего нашего материала закрепили и немножечко сделаем вот в этой точке своеобразный шарик так как у хвостика цвет может быть любой как вы сочтете нужным я предпочитаю использовать те материалы которые имеются у меня под руками поэтому я использую подшерсток из песца пока никаких блестящих элементов добавлять не надо потому что в этом большой необходимости у нас нет закрепили перышко с достаточной длиной бородок отводим их в сторону и буквально парочка оборотов нам будет достаточно закрепить в этом месте так сделали раз закрепили наше перышко удалили остатки я увожу все бородки назад и здесь промотаю хорошо вот так удаляем остатки пера здесь же креплю теперь вот такое желтое перышко закрепили и тоже пару оборотов выполним нашим желтым пером закрепили и тоже пару оборотов выполним нашим желтым пером Вот как раз этого количества достаточно. Крепим наше пёрышко. Уводим все бородки назад. И хорошо здесь проматываем. Остатки убираем. Вот у нас вышел хороший симпатичный ёршик. Теперь прошла очередь к нашим шкуркам. Берём теперь красный мех, который мы подготовили кролика. Убираем в месте крепления мех. Слегка подтягиваем. Следим за тем, чтобы мех не ушёл ни влево, ни вправо. Подхватили, остатки отрезали. Промотали. И теперь по очереди слева, справа мы берём мех с одной и с другой стороны. Также его стараемся, чтобы он не заходил у нас, а ложился рядышком с этим мехом красным. Убираем. Закрепили. Если мех будет попадать, можете его намочить. Так, чтобы он вам не мешал в работе. Закрепили. Остатки отрезали. Закрепили. 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 Закрепили и остатки отрезали. И теперь я сформирую головку и приклею глазки. Я приклеил глазки, добавил буквально капельку лака на головку. Еще, конечно, надо будет работать, чтобы ее покрыть. И у нас вышел вот такой немножко необычный с вами стример. Как вы видите, наша шкурка равномерно распределилась по краям, создав дополнительный симпатичный красивый силуэт и контур нашей мушки. Вот эта пышность, которая находится вся сверху и достаточно объемный хороший хвостик, позволяет нашей мушке в толще воды не проваливаться и выполнять очень хорошую, красивую проводочку. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!